МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите вечерний выпуск новостей. С вами Михаил Гарин. Вот о чём расскажем прямо сейчас. Новые подробности дела о семейной копилке. Елену Виттер выпустили из-под стражи. Очередной скандал в РПЦ. Лишённый Саннас Хиюгумен продолжает принимать прихожан. Деревья в центре Оренбурга вырубали незаконно. Ленинский районный суд вынес решение. Оренбуржье в лидерах по безработице. Минтруд подводит итоги. Пятница объявлен выходным днём. В некоторых школах региона отменили уроки. Красивая победа. У двориста Оренбурга разгромили ярославский шинник. Начинаем выпуск со срочной новости. Буквально за несколько минут до выпуска стало известно, что организатор кооператива семейной копилки Елену Виттер выпустили из-под стражи. Ленинский районный суд удовлетворил ходатайство следственного органа об изменении меры пресечения. Напомним, главе скандально известного кооператива ранее было предъявлено обвинение в крупном мошенничестве и легализации денежных средств, полученных преступным путём. Потерпевшими признаны около 800 человек. Ущерб составил 250 миллионов рублей. Мера пресечения с заключением под стражу в четверг изменена. Ей запрещено общаться с лицами, проходящими по уголовному делу, вести переписку в интернете. Расследование продолжается. Очередной скандал в РПЦ. Схемонах Сергий Романов отлучен от церкви. Сегодня его предали анафеме за проведение богослужений, несмотря на лишение сана. Представление у решения епархиального суда должен будет утвердить правящий архиерей, а после этого патриарх Кирилл. В Среднеуральский женский монастырь, в Свердловскую область, до сих пор едут паломники поддержать бывшего священнослужителя. Среди них и оренбушцы. Подробности далее. Осенний дождь и хмурая погода не помеха. Паломники обсуждают детали предстоящей поездки. Они хотят поддержать лишенного сана с Хиегумена Сергия. Люди искренне верят в его невинонность и чистоту. Настолько проникновенно он вникает в скорби каждого человека, что такое ощущение, что он сердце вынимает и кладет на твои ладони. Там люди с другими глазами. Это все благодаря ему. За ним дети бегут, как воробьи. Или как цыплята за клушкой. Русская православная церковь такой подход не одобряет. Она считает, что лишенный сана с Хиегумен Сергий создает альтернативное православие. Оно ведет людей не к Богу, а к личности Романова. В сегтоведении это означается термином гуруизм, когда человек, либо в данном случае бывший священнослужитель, вокруг себя собирает людей. И Христа в его общине сейчас, в захваченном среднеуральском женском монастыре, к сожалению, нет. Люди, которые поедут туда и будут молиться с Романовым, будут участвовать в богослужении, исповедоваться, причащаться, они лишаются возможности впоследствии причащаться в храмах Русской Православной Церкви. Они будут отлучены от причастия. Они не будут иметь права участвовать в таинствах церковных. И в случае смерти их нельзя будет отпевать. Бывшим его называют не случайно. Сергий Романов официально лишен сана уже несколько месяцев. Причина – нарушение присяги священника и монашеских обедов, ряда апостольских правил и правил Вселенских соборов. Сейчас идет суд по отлучению от церкви. Дорогие отцы, братья и сестры. Стоит напомнить, что в православии он пришел всего 20 лет назад. До этого на его счету убийство человека. Кроме этого, был виновником дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом. Обвинялся в хищении госимущества. В тюрьме провел 13 лет. В епархии отмечают, что все таинства, совершенные сейчас Романовым, незаконны и недействительны. Ольга Энгельс, Семен Воробьев, Новости дня. В России вынесли первый приговор за создание паблика АУЕ. Меньше месяца прошло, как Верховный суд признал организацию экстремистской. И вот первое решение суда. Напомним, в соцсетях паблик на тему воровской романтики появился в 2011 году. Его автором стал тогда еще 17-летний оренбуржец Николай Бабарико. Спустя 7 лет страницу запрещенной в России организации заблокировали. Правоохранителя обвинили переехавшего в Екатеринбург мужчину в создании экстремистского сообщества и возбуждении ненависти к сотрудникам силовых структур. Подельниками Николая стали его супруга и приятель. Всех троих суд признал виновными. Создателя приговорили к 7 годам колонии. Его супругу к 4 годам условно. А приятели отправятся в места заключения на 3 года и 9 месяцев. У них есть 10 дней для обжалования приговора. А теперь еще об одном резонансном судебном разбирательстве, но уже в Оренбурге. Деревья в центре города вырубались незаконно. Ленинский районный суд вынес решение в отношении действий мэрии и администрации Южного округа. Рассмотрение дела инициировала прокуратура. Прокуратура настаивает. Документы на вырубку почти 150 деревьев в центре города чиновники выдали с нарушениями. Резолюцию ставили те сотрудники администрации, которые полномочий на это не имеют. Также был нарушен регламент по оформлению бумаг. Не ко всем порубочным билетам составлены акты оценки ущерба. К тому же в некоторых местах вместе со старыми деревьями спилены еще совсем молодые. В целях устранения нарушений закона прокурор города обратился в Ленинский районный суд с административным заявлением о признании о незаконном действии администрации города Оренбурга и администрации Южного округа Оренбурга по выдаче 14 порубочных билетов незаконными, а также обязании подготовить акты оценки ущерба, причиненные вырубкой либо повреждением зеленых насаждений. По 14 порубочным билетам общая сумма составила свыше 3 миллионов рублей. Суд удовлетворил иск частично. Действия администрации Оренбурга и Южного округа признаны незаконными, но в части признания порубочных билетов недействительными отказали. Сейчас прокуратура готовит следующий иск о компенсации нанесенного вреда. Администрация города от комментариев отказалась. К другим новостям. В соседней с Оренбуржьем Самарской области зафиксированы случаи африканской чумы свиней. Специалисты обнаружили 109 вспышек заболевания в домашних хозяйствах и в популяциях дикого кабана. Опасное заболевание зафиксировано в 11 районах. В настоящее время во всех неблагополучных пунктах проводится комплекс мероприятий по ликвидации и предотвращению распространения АЧС. При этом, как сообщает в Россельхознадзоре, территория Оренбургской области остается благополучной. Но в настоящее время значительно возрастает риск заноса и распространения африканской чумы свиней на территории региона. При этом, как сообщает в Россельхознадзоре, территория Оренбургской области остается благополучной. Но в настоящее время значительно возрастает риск заноса и распространения африканской чумы свиней на территорию региона. Частным хозяйствам рекомендовано содержать поголовье только в закрытых помещениях. ежедневно проводить обработку свиней и помещений для их содержания от кровососущих насекомых. Кроме того, всем жителям области напоминают, не следует покупать животноводческую продукцию в местах несанкционированной торговли без документов, которые бы подтверждали происхождение, качество и безопасность товара. И теперь информация о ситуации с коронавирусом в области. 93 положительных тестов на COVID-19 за последние сутки подтверждены лабораторно. Это данные Федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Общее число зараженных в регионе с начала пандемии – 10 843. 81 пациент умер от коронавирусной пневмонии. Из стационаров накануне выписаны 108 человек. В ковидных центрах продолжают лечение более 700 оренбуржцев. 11 находятся на искусственной вентиляции легких. Это новости дня. Смотрите далее. Оренбуржье в лидерах по безработице. Минтруд подводит итоги. Пятница объявлен выходным днем. В некоторых школах региона отменили уроки. Красивая победа. В подвале Старинбурга разгромили ярославский шинник. Переходим к новостям экономики. В период с 1 января по 1 сентября текущего года в 5 раз увеличилось количество соискателей. По данным регионального министерства труда зарегистрировано порядка 70 тысяч безработных. Больше всего безработных фиксируется в сфере торговли и общественного питания. 30 процентов. Не могут трудоустроиться водители, строители, специалисты по ремонту автомобилей. 20 процентов ставших на учет не имеют ни профессии, ни квалификации. Омолодился и контингент соискателей. Их возраст теперь варьируется от 20 до 29 лет. При этом 27 процентов молодежи не работали вовсе. Почти столько же не смогли продержаться длительный срок. В последнее время все больше регистрируется безработных среди жителей городов. Чиновники заявляют, рынок труда постепенно оживает, но ситуация по-прежнему напряженная. Несмотря на то, что с помощью службы занятости свыше 15 тысяч оренбуржцев нашли новую работу, на учете до сих пор состоят 69 тысяч 439 человек. От работодателей заявлено 12 тысяч вакансий. Больше всего их в сфере здравоохранения – 1392. Также требуются специалисты в промышленности, образовании, строительстве и сельском хозяйстве. А сейчас к ситуации на валютном рынке. Актуальный курс основных иностранных валют от Центробанка России вы видите на своих экранах. Непростая ситуация сложилась на рынке труда. В 2020 году в Оренбуржье на пособие по безработице уже израсходовано почти 2 миллиарда рублей. Это в три раза больше, чем за весь 2019 год. Причину в Минтруде называют пандемию коронавируса. В течение нескольких месяцев оренбуржцам выплачивали повышенное минимальное пособие по безработице. С учетом уральского коэффициента оно составило 5 175 рублей. За время пандемии в пять раз увеличилось количество самих безработных. Если по данным на 1 января 2020 года фиксировалось 15 тысяч человек, то на 1 сентября эта цифра выросла уже до 70 тысяч. Чтобы материально поддержать тех оренбуржцев, кто потерял работу, было принято решение о выплате повышенного пособия с 1725 рублей до 5 175. Такую компенсацию оренбуржцы получали в течение трех летних месяцев. 1 сентября мы вернулись на прежнюю схему работы. То есть расчет размера пособия у нас будет осуществляться в соответствии с законом о занятости. Минимальное пособие у нас будет составлять, как и прежние, 1725 рублей. А максимальное пособие остается таким же 13 949, но будет уже рассчитываться исходя из трудового стажа и средней заработной платы за последние три месяца. В сентябре можно получить дополнительные детские пособия. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Минимальная сумма составит 3000 рублей. Но для этого нужно лишиться работы в период пандемии. Выплата будет начисляться на каждого ребенка, не достигшего 18-летнего возраста. А теперь новость, которая касается всех оренбургских школьников. В пятницу отменены занятия. 11 сентября объявлен Днем здоровья. Как сообщает Министерство образования области, такое решение связано с началом выборов. Во многих учебных заведениях традиционно размещают избирательные участки. В 2020 году единый день голосования пройдет с 11 по 13 сентября. Чтобы не отвлекаться от учебного процесса, руководство школ приняло решение отменить уроки в пятницу. Ведомство также уточняет, что перед тем, как дети вернутся за парты, все помещения будут обработаны. А сейчас о неблагоприятных погодных явлениях. По данным Оренбургского гидромедцентра, ночью и утром 11 сентября в северных и центральных районах области ожидается туман. Видимостью 500 метров и менее. Водители просят не выезжать за пределы населенных пунктов без острой необходимости и быть предельно осторожными на трассах. Самый престижный и почетный. Сегодня в областном центре состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров областного конкурса «Лидер экономики». В этом году он проходит в 20-й раз. В золотой фонд вошло общество «Газпромдобыча Оренбург». В копилке предприятия 14 знаков победителя конкурса. Подробнее расскажет Анастасия Кубатко. Развитие кадрового потенциала и социального партнерства. Формирование здорового образа жизни и сокращение производственного травматизма. Участие в социальном развитии сельских территорий и корпоративная благотворительность. Общество «Газпромдобыча Оренбург» – абсолютный лидер среди хозяйствующих субъектов. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в работу предприятий, в поставе все сферы жизни и отрасли в сложнейшее положение. Это не просто экзамен, а проверка на прочность и эффективность работы. Трудно сохранить лидерские позиции в этих условиях. Но большинство наших промышленников и предпринимателей, бюджетных организаций и муниципалитетов с честью проходят этот сложный этап. Благодарю вас за качественную и эффективную работу. Предприятие «Газпромдобыча Оренбург» является одним из основных налогоплательщиков и работодателей региона. Оно успешно справляется с задачами по добыче и транспортировке сырья и готовой продукции. В настоящее время ведет эффективную работу по поддержанию сырьевой базы, уделяет большое внимание укреплению безопасности производства. Да, мы стали победителем в двух номинациях. Это традиционно для нашего предприятия и для «Газпрома» в целом. Поэтому хочу также поблагодарить нашего губернатора и правительство, которое нас оценило. Очень приятно, что наш труд востребован, оценен. Будем только укреплять наше лидерство, достигая новых результатов. Предприятие смотрит в будущее. Например, в селе Черный Отрог Саракташского района благодаря «Газовикам» в этом году открылась новая школа и заработал «Газпром-класс». В семи селах Оренбургского и Переволодского районов появились современные детские игровые площадки. Анастасия Кубатко, Георгий Бурлуцкий. Новости дня. Полгода в условиях пандемии. Росводоканал «Оренбург» подводит итоги работы в период ограничений. Взаимодействие с частью потребителей вышло в онлайн-режим. Продолжается ремонтная и инвестиционная кампании. Как пришлось переориентировать деятельность подразделений и каковы перспективы, руководство предприятия поделилось в ходе пресс-конференции. Генеральный директор компании Дмитрий Масловский признает, что работа в период пандемии далась предприятию непросто. Сроки ремонта, строительства сетей и модернизацию инфраструктуры пришлось сдвинуть на более позднее время. Тем не менее, в этом году Росводоканал отремонтировал и переложил порядка 12 километров сетей. Объем производственно-инвестиционной программы – 205 миллионов рублей. Один из важнейших пунктов – обновление водопроводных и канализационных сетей на участках улиц областного центра, где ремонт проходит по федеральной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На Туркестанской, Аксакова, Комсомольской и Правда работы проведены в срок. Для нас эти работы важны. Мы понимаем важность ремонтных программ дорожных для города. И очень серьезно к этому относимся. В том числе и уже сегодня координируем с городскими властями программу работ на следующий год. Продолжается модернизация очистных сооружений. На это потрачено порядка 72 миллионов рублей. Ключевой элемент – воздуходувная станция, как один из основных этапов очистки стоков. В период пандемии переориентировать пришлось и работу с клиентами. Расширены и доработаны онлайн-сервисы. Подать заявку на устранение утечки, показания приборов учета, оплатить услуги абоненты могут, не посещая офисов. При этом в «Водоканале» отмечают и рост должников среди частных потребителей. Сумма за последние полгода увеличилась еще на 60 миллионов рублей. Оренбуржцы копят долги и откладывают, пользуясь возможностью до начала следующего года, замену счетчиков, срок эксплуатации которых вышел или подходит к концу. Все это можно сделать своевременно, не дожидаясь 1 января. Потому что по нашим расчетам мы смотрели, что до 1 января порядка 25 тысяч счетчиков должны выйти в поверку. То есть все прекрасно понимают, что после 1 января по данным счетчикам начнется начисляться по нормативу с повышающим коэффициентом. И чтобы не создавать тут очереди, понятно, что народ весь побежит исправлять ситуацию. Уже в начале следующего года, обещают «Водоканале», часть оппонентов Оренбурга будут обеспечивать водой с нового Южноуральского водозабора. Масштабная реконструкция там началась еще в 2012 году и теперь работы подходят к концу. Татьяна Штылер, Георгий Бурлуцкий. Новости дня. Далее в программе новости спорта. Состоялись очередные матчи футбольной национальной лиги. В восьмом туре Оренбург на своем поле принимал ярославский шинник. Я передаю слово моему коллеге-спортивному обозревателю Анатолию Юденичу. Спасибо, Михаил. В этот раз в Ростушах встречались команды с разных концов турнирной таблицы. Оправдав предматчевые прогнозы, хозяева одержали элегантную победу и очень порадовали болельщиков. Обычно крепкий ярославский коллектив в этом сезоне никак не может нащупать свою игру и занимает 19-е место из 22-х. Оренбург, напротив, единоличный лидер и передочная встреча явный фаворит. Победу? Только победу. Надо показать свои способности. Команда в гостине, естественно, пытается забрать очки, хотя бы какие-то. У меня даже есть такая речевка. Оренбург – это победа. Оренбург только вперед. Два гола забил за деды, а еще нужно зауральский наш народ. Возможно, подобный оптимизм и у футболистов. Они поначалу не так серьезно относятся к соперникам. На шестой минуте у гостей возникает стопроцентный момент. И они нас прощают, завозившись с мячом. Сразу же новая опасность. Игрок Шинника бьет практически в упор. Хозяев выручает Климович, парил и удар. В ответ Фамие прекрасным пасом организовывает чистый выход 1-1 для Эктова, но тот далеко отпускает мяч. Как нужно забивать на 28-й минуте коллегам показывает Прудников. Получив передачу от Копленко, Николай на всех парах пробегает полполя, врывается в штрафную и отправляет мяч в сетку мимо вратаря. Есть первый гол за наш клуб. Наши недолго затягиваются вторым голом. Опять образцовая атака, трехходовка и точное завершение Фамие. На повторе видно, как в начале к комбинации подключается защитник Сиваков. Он несется по флангу, получает закономерный пас от Чуканова и точно простреливает Наганского легионера. К перерыву 2-0 и полное игровое преимущество. Оренбург, конечно, удивляет своей реализацией моментов. Было, конечно, немного тревожно у наших ворот, но Андрей Климович спасал. Ну, наши реализовали моменты, наверное, в этом и есть разница в классе. Впечатления очень хорошие, главное, выигрываем. И чтобы продолжили так же, и чтобы был счет хотя бы 3-0. Во втором тайме хозяева не сбавляют оборотов. Прудников имеют пару хороших шансов оформить дубль, но торопятся. Чувствуя, что игра получается и соперник позволяет, наши могут позволить себе поиграть на публику. Вышедший на замену Юсупов начинает перспективную комбинацию, отдав пас пяткой. А в отцу трибун срывает Фамие, демонстрируя просто цирковые финты. И, наконец, хозяева снова забивают. Оказавшийся один в углу чужой штрафной, малых простреливает скопление игроков, но точно на шкофлика. И тот вколачивает в ворота третий мяч. Сейчас в таком отрицательном эмоциональном состоянии можно наговорить скороб, скучу. Наверное, не стоит мне распыляться. Скажу только, что итог матча на табло. Играли две разных команды. Двух полюсов в НЛ. Лидер и, как не прискорбно, признавать аутсайдер. Ребята показали хорошее качество. И, как я уже говорил, мне нравится такой офенсивный футбол. И сегодня мы забыли три гола. И это тоже хороший показатель команды. Проведший отличную игру Прудников, безусловно, претендует на звание лучшего игрока матча. Но призовую статуэтку получает не он, а отметившийся голевой передачей и желтой карточкой Андрей Малых. Матч с Шинником становится для капитана Оренбурга рекордным, трехсотым в составе клуба. На протяжении 11 лет Андрей неизменно защищает синий-белые цвета, пройдя с командой все дивизионы на профессиональном уровне. В том числе на его счету 74 игры в премьер-лиге и 21 матч в Кубке страны. Плюс 11 забитых мячей. С юбилеем, капитан. По игре сами все видели, 3-0, я считаю, весь матч доминировали. Крупная победа оставляет в силе пятиочковое преимущество, с которым Оренбург лидирует в таблице. В восьми матчах пропущено всего два мяча. И пока ни одного поражения. Следующую игру наша команда проведет на выезде с торпеда. Этот матч вызывает особенный интерес. В минувшем сезоне автозаводцы реально претендовали на выход в премьер-лигу. Перед текущим чемпионатом считались фаворитами. Но стартовали неудачно, а сейчас обретают былую силу. Так что воскресная встреча в Москве однозначно будет центральной в девятом туре. Михаил. Анатолий, спасибо. И в завершении информация об отключениях. В связи с проведением ремонтных работ завтра, 11 сентября, с 9 до 17.00 будет ограничена подача электроэнергии. Без света останутся дома на улицах Ивова и Земской Оренбурга. Будьте внимательны, номера домов на ваших экранах. Кроме того, электричества в течение дня не будет в поселках Горный, Мазуровка, на хуторах Панкратовка и Красная Поляна. Энергетики приносят жителям извинения за временные неудобства. Подробную информацию можно получить по телефону горячей линии 98-48-48. На этом мы завершаем выпуск. Напомню, на нашем официальном сайте вы можете вернуться к обзору новостей. Я же с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин